Драма под названием Навальный, непрекращающаяся драма, и известно, что... Но с прекрасными эпизодами теперь уже. Да, 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 что страны одна за другой, независимые лаборатории признали отравление, признали наличие яда. И ужасно при этом, конечно, смешная позиция России, с одной стороны, Россия говорит, а мы вообще-то никому ничего не обещали. Мы совершенно не обещали кого-то там не травить или никого вообще не травить. В чем проблема? Да, это вообще наше население, наше движимое имущество. Что хотим с ним, то и делаем. И причем они, обрати внимание, они ведь вот эти сиятельные рукожопы, которые травили, они сделали то, чего они больше всего боялись. Потому что Навальный был внутренним, местным нарывом, а теперь это нарыв международного значения. И отвечать на это начальство Кремлевской сирии может только очень грубым троллингом. Например, главный разведчик сообщил, что, главный разведчик России, да, что когда Навального увозили, он был вообще здоров. Это был блеск, да, но это был блеск абсолютного бесстыдства, этому надо учиться, потому что вот главным разведчиком надо быть. Он говорит, что когда Навального увозили, в его организме ничего плохого не было. А то, что он был в коме и в состоянии смерти, это не считается. Акт приема-передачи не подписывали. И смысл речи был в том, что новичок подбросили в организм Навального уже после того, как он оказался в клинике Шаритта. Причем по логике российской разведки, новичок это настолько совершенный и интересный яд, что человек впадает в токсическую кому задолго, даже до того, как подвергается отравлению. Это гениально, абсолютно, это вот то, чему надо учиться. Это величайшее бесстыдство, но боюсь, правда, кроме меня, это никого не радует. Я вспоминаю подобную историю, да. В 1984 году, как ты помнишь, был сбит южнокорейский Боинг. 300 пассажиров там было. И тогда взятое за Цугундер начальство СССР и начальство ПВО выдвинуло абсолютно гениальную версию. Оно объясняло населению, что по своим делам тихо и спокойно, мирно летела в небе наша ракета. Это свежепокрашенная, чистенькая, красивая, безопасная, всего 1400 осколков, 40 килограмм боезаряд. Она летела, и в нее бац, врезается южнокорейский Боинг с пассажирами, потому что пилот Боинга был пьяный, а пьяный за штурвалом Боинга преступник. И вот такое, понимаешь, было НТП, небесно-транспортное происшествие, и туда уже слетали инспектора небесно-патрульной службы, замерили, сфотографировали тормозной путь Боинга, ракеты, виноват Боинг, ракета летела по главной, Боинг летел по второстепенной, внезапно выскочил, никто затормозить не успел, но пропустил и не пропустил, и вот, пожалуйста, 300 трупов. То есть, вот, действительно, изумительное по своей наглости и по великому бесстыдству заявление. И тут же мы видим, например, оборотную сторону этих заявлений. Мы слышим красавца Мяснякова, который, роняя пену, как будто бы он только что пригубил большой огнетушитель, он корил Навального, мерзавец, ты должен поступить по-честному, тебя же буквально. Власти разрешили вывести тебя в Германию. Это вот такой обращик халуйского мышления. Я не говорю, что он плохой, я просто говорю про то, что, к сожалению, вот это вот халуйское, халопское мышление, которое исповедуют, в общем, не самые глупые люди в этой стране, оно и хоронит путинизм, оно и похоронит его, в общем, довольно, скажем так, в близкое время для, вот, отчитывая. Мы застанем, Оль, да. Потому что ведь все больше и больше людей понимают, что так называемые геополитические интересы никогда никого не согрели, никогда никого не накормили. Они только разоряют, убивают и унижают и калечат сотни миллионов человек. И это, в общем, становится понятно не только, не только нам. И ведь вот эта вот тактика власти, что люди делятся на тех, у кого есть бутылка, и на тех, у кого есть стаканчик. И те, кто с стаканчиком, должны вечно тянуться. Но мы знаем, что на бутылке они любят сажать своих подданных, а за попыткой кинуть стаканчиком они тоже наказывают. Причем мы знаем, что у них есть главный жупел, это вот развал державы, вот держава может развалиться. Но мы для того, в общем-то, и пережили гибели СССР, чтобы понять, что ничего страшного в развалах империи, в общем-то, честно говоря, и нет.